Здравствуйте! Наш эфир продолжит выпуск новостей в студии Наталья Волод. В ближайшее время я расскажу вам о главных событиях этой недели. На этой неделе из-за пожароопасной ситуации во всей Минской области, кроме Мязельского района, был введен запрет на посещение лесов. За нарушение ограничений граждан могут привлечь к ответственности, вплоть до крупного штрафа. Запрет на посещение лесов ввели почти во всех областях Белоруссии. Исключением стала Могилевская область, где и ограничения пока наложены не были. Запрет подразумевает, что люди не должны заходить на территорию лесов. Также в лесной массив не должен заезжать транспорт. Конечно, за исключением служебного. Необходимость такого запрета на посещение леса мотивирована продолжающейся в Беларуси жарой и засухой, нехваткой влаги и сильным ветром на большей части страны. Все это может способствовать возникновению и последующему распространению пожара на больших территориях, особенно в случае неосторожного обращения посетителей леса с огнем. На данный момент в стране уже зафиксировано около 300 возгораний. Напомним, наказание для тех, кто все же решит нарушить запрет, может стать денежный штраф в размере до 25 базовых величин для физических лиц и до 50 базовых для юридических. Однако специалисты подчеркивают, что система наказания довольно лояльная, поэтому на первый раз могут просто сделать предупреждение. С момента введения запрета на посещение лесов государственной лесной охраной было задержано более 200 нарушителей. Статистика показывает, что 9 из 10 лесных пожаров в Беларуси происходят по вине человека. Поэтому Министерство лесного хозяйства просит граждан с пониманием относиться к сложившейся пожароопасной ситуации и не нарушать запреты на посещение леса. Госавтоинспекция совместно с Белорусской железной дорогой провели профилактическую акцию в рамках республиканского мероприятия, которое было посвящено Международному дню безопасности железнодорожных перевозок. Сотрудники отдела госавтоинспекции Слудского районного отдела внутренних дел совместно с представителями Могилевского отделения Белорусской железной дороги провели профилактические мероприятия, целью которых является предупреждение случаев возникновения нештатных ситуаций на железнодорожном полотне. В рамках этой акции сотрудниками двух ведомств было организовано дежурство на участках железной дороги, а также проведение бесед с водителями по правилам проезда железнодорожных переездов. Совместно с Белорусской железной дорогой и работниками милиции ГАИ проводился День безопасности на переезды. Это приурочено к Международному дню безопасности, которая проводится у нас не только в Белоруссии, но и в многих странах для обеспечения безопасности и травмирования на переездах. Потому что переезд является зоной опасной и в основном много получаются аварий и смертей из-за не внимательности водителей. При закрытом переезде провели, вместе с ГАИ провели разъяснительную работу, рассказали о правилах проезда, переезда, раздали листовки специально подготовленные, в которые указаны основные факторы, которые влияют на это все. Что все-таки поезда – это движение и тяжелые огрузы, и не так-то просто поезда. Чтобы водители были более внимательны перед тем, как понимали, что это все-таки жизнь людей. Пока никаких таких аварий не было, но были там незначительные, а тоже из-за внимательности водителя. В прошлом году там, по-моему, МАЗ зацепили локомотивом, тоже водитель не принял меры. Это как бы в основном по Беларуси есть случаи, но у нас в районе пока таких серьезных случаев не было. В торговом центре Европарка открылся обменный пункт «Беларусьбанка». Он расположился на первом этаже торгового центра у входа со стороны улицы Пионерской. Здесь различные денежные операции могут проводить как физические, так и юридические лица. Первых клиентов долго ждать не пришлось. Я вас поздравляю с учетом открытия вашего обменного пункта. Я надеюсь, что это не последнее открытие такого года. Такие объекты открываются, конечно, в первую очередь, по благополучию. Это для удобства нашего населения, не только жителей города Слудска, но и гостей нашего города. Большой торговый центр открылся у нас в городе Слудске. Он новый, современный, и мы хотим, конечно, тоже участвовать в жизни нашего города. Для этого, учитывая спрос населения на иностранную валюту, мы решили открыть здесь обменный пункт. В обменном пункте будут совершаться операции покупки и продажи иностранной валюты. Также индивидуальные предприниматели могут здесь сдать свою выручку и оплатить за какие-то работы и услуги. Учитывая, что наш банк идет в ногу со временем, то коммунальные платежи мы здесь принимать не планируем, потому что мы уже приходим в дистанционное банковское обслуживание. Все платежи люди могут оплачивать через интернет, через М-банки. Мы, как такой прогрессивный банк, поддерживаем этот платеж. Мы учитывали потребности населения, конечно. Учитывая работу этого такого центра с 10 до 20, значит, у нас будет обменный пункт работы с 11 часов и до 19 часов. Все дни без выхода. От Беларусьбанка представлены три обменника. Обменник находится на территории городского рынка, обменник находится на входе в городской парк. Это у нас третий обменник, который раньше сомневался в магазине. Мастер кукол. История о том, как увлечение переросло в нечто большее. Екатерина Никитина расскажет о слудской ремесленнице, чье хобби стало профессией. Ирина Михайловна Мигас – творец и создатель чулочных и текстильных кукол. Увлекается кукольным ремеслом Ирина уже около пяти лет. Творческие люди на своем пути не ведают преград. Ирина Михайловна – не исключение. Она воплощает жизнь в свои фантазии и создает заслуживающих внимания кукол, которые окунают каждого желающего в свой таинственный сказочный мир. Вот это у нас, например, мистер Доллар. Вот у него такие башмаки, пуговички блестящие, денежки кругом в руках. А денежки-то настоящие? Ну, денежки не настоящие, но чтобы в каждом доме, у кого будут вот эти куклы, чтобы они водились. Чулочные куклы обворожительны. Их выполняют из капроновых колготок, синтепона, ниток и любой ткани, которые используются для создания оригинальной одежды. Ну, вот эта девочка, у меня идея появилась, ну, не у меня единственная, в интернете тоже много таких, но вот она к последнему звонку. Вот она такая получилась со звонком, с портфелем, готова к каникулам. Вот такая девочка, форма, как у нас когда-то была. У нее такие очаровательные туфельки. Расскажите, а вы их покупали или делали их сами? Нет, я все делаю сама. У меня полностью кукол получаются от начала до конца, все сделано самой. На протяжении тысячелетий куклы являются неотъемлемым атрибутом человеческой культуры. Кукла сопровождает человека от колыбели до школьной скамьи, а зачастую навсегда остается в нашей жизни. Как предмет ностальгии или как оберег, талисман. Создание куклы всегда считалось тончайшим искусством. Мастера-кукольники издревле ценились в обществе, а коллекционеры и любители были готовы отдать немалые деньги за то, чтобы приобрести полюбившуюся куклу и пополнить свою коллекцию. В коллекции Ирины Мигас кукол немного, так как большинство из них подарено родным и близким, а некоторые были проданы ценителям кукольного искусства. Но каждая кукла Ирины Михайловны индивидуально и никогда не повторяется. Стоят несколько кукол, они все выполнены в одной технике, но ни одной одинаковой нету. Даже если бывает заказ, что мы вот у вас видели там такую-то куклу, мы хотим такую, я объясняю сразу, одинаковую куклу я не пошью, я пошью похожую. Некоторые заказывают, что мне там в голубом цвете, кому-то там в зеленом, кому-то в желтом там. Я говорю, пошью похожую, но повторить одинаково точно куклу невозможно. Она индивидуальна и у каждого своя. Кукла-пакетница, школьница, домовята, денежный мешок. Ирина Мигас делает разные куклы. Сувенирная, подарочная, обереговая, игровая, интерьерная, домашних помощниц. Ну вот, например, вот эта кукла, это попик на удачу. Ее берут на подарки очень, ну это такой подарок с юмором. Говорят, ее вот когда дарят, говорят, удача, женщина с характером. Так пусть она всегда поворачивается к тебе лицом, а не попой. А еще у рукодельниц есть такое суеверие. Если кукла-попик повернется к вам лицом, значит все будет хорошо. А вот если попкой, тогда в жизни придется пережить небольшие потрясения и неурядицы. Хотите подарить близкому человеку такую куклу в подарок? Ремесленник Ирина Мигас обязательно изготовит ее для вас. Вам интересно узнать больше про чулочные текстильные куклы? Смотрите новый выпуск проекта «Проверено на себе» в ближайшую субботу. Екатерина Никитина, Игорь Стришкин, Слузг ТВ. В преддверии старта чемпионата мира по футболу Слузг в рамках 11-го тура чемпионата Беларуси играл дома против Могилевского Днепра. Игра завершилась неожиданным для всех результатом. А итоговый счет на табло совпал с тем, которым завершился матч открытия планетарного турнира. Вряд ли Виталий Павлов смотрит обзоры матчей из Слуцка на нашем канале. Тем не менее, наша критика качества игры пары Яцкевич-Шикавка в последних матчах, похоже, сработала. И уже на матч против Могилевчан Виталий Геннадьевич поменял сетап в атаке. В пару к вернувшемуся из национальной сборной Шикавки с первых минут вышел Хотов. Это изменение скорректировало атакующий стиль команды и взаимодействие впереди. Правда, на момент, когда случайно забили первый гол в матче, это тактическое изменение не повлияло. Нестандартный розыгрыш углового, отскок от Конана и добивание Шикавки. Классический гол центрального нападающего в нужном месте в нужное время. Отпраздновал свой седьмой гол в этом сезоне Евгений Необычно, посвятив его Дмитрию Герману. Посвящали победу Диму Германа. Желаем, чтобы он быстрее поправился. У него сегодня день рождения и поздравляем днем рождения еще раз его. Желаем быстрее вернуться на поле, чтобы самое главное в хорошем настроении был. Не падал духом. Не успел Днепр опомниться после первого пропущенного мяча, как пришлось доставать из сетки второй. Его сделал как раз Мурат Хотов, которому хватило акробатического мастерства, чтобы отправить мяч после подачи со штрафного прямиком в угол ворот. Начало матча в исполнении Слуцка получилось чуть ли не лучшим в сезоне, хоть и на фоне откровенно слабого соперника. Особенно хорош Слуцк был в компоненте создания голевых моментов со стандартов. Спустя несколько минут после второго взятия ворот гостей, еще один розыгрыш углового чуть было не подарил шикавке дубль. Но Евгению не хватило расторопности. После неожиданно быстро и легко добытого преимущества, игроки Виталия Павлова остепенились и оставили Днепр в покое, по крайней мере до окончания первой половины матча. Нашим экспертом, который оценил перформанс Слуцк в первом тайме, стал Роберт Примус. Центр Д в Сахарных объяснил и результативность Слуцк при розыгрыше стандартных положений, и влияние на игру команды, вернувшегося после повреждения Думбия, и даже внушительную статистику шикавки на старте этого сезона. Мы здорово начали, забили два быстрых гола, и это дало нам возможность успокоиться и действовать уже с позиции силы, более расслабленно. Для меня неудивительно, что мы так классно использовали свои моменты со стандартов. Мы уделяем большое внимание розыгрышам угловых и штрафных на тренировках. Думаю, у нас здорово получается. Считаю, команда так круто отыграла в первом тайме, еще и потому, что после травмы вернулся Думбия. Секу дает команде не только уверенность и мощь в полузащите, но еще он просто очень классный игрок. У нас играет один из лучших нападающих в чемпионате. Любой тренер будет хотеть себе такого футболиста, а любой игрок будет хотеть, чтобы шикавка играл в его команде, а не в команде соперника. Он действительно обожает забивать голы. Второй таймс Луцк мог просто доиграть без происшествий, благо преимущество позволяло. Но двух голов сахарным оказалось мало, а соперник был привлекательно уязвим в своих попытках отыграться. Классическая боксерская троечка и Днепр оказался просто размазан по слуцкому газону. Три забитых мяча за пять минут – отменная плотность голов для белорусского чемпионата. Классическая боксерская троечка и Днепр оказался просто размазан по слуцкому газону. 5-0. В этом сезоне еще столько не забивали. Очень рад победе. Всех поздравляю, болельщики, спасибо. Эмоции положительные, все круто. Ну а как любят шикавку в Слуцке, лучше всего скажут послематчевые объятия и рукопожатие игрока с болельщиками. «Приятно, что в нашем клубе и на наших глазах происходит становление классного нападающего», – говорят поклонники Случан. «Мы тебя не отпустим», – повторяют болельщики, пожимая руку лучшему бомбардиру чемпионата прямо сейчас. «Не уходи, не уходи!» Вы сами видите, очень тяжелая игра была. Для нас самое главное было после двух поражений реабилитироваться перед болельщиками. Мы 10 дней готовились, хотя, конечно, жарко было. И сегодня я ребятам благодарен за самоотдачу, за то, что они выполнили все, что они требовали. Забили быстрые голы, потому что соперник очень тяжелый. Соперник хорошо всегда подготовлен физически, у них вязкая оборона, с ними тяжеловато. Поэтому мы, наверное, за счет того, что быстрые два мяча забили, это, наверное, легче было нам уже потом играть и во втором тайме. Ну и тут все, конечно, упирается в исполнительское мастерство. То есть у нас сегодня было, наверное, на порядок выше, поэтому мы, наверное, победили. Надо менять, давать шанс, потому что я понимал, что и Фотов засиделся, ему надо давать тоже. Видите, сегодня угадали, и Саша вышел на замену, тоже угадали, сделал за 10 минут две голевые передачи. Поэтому, слава богу, угадали все. Получилось нормально. Но эмоции в футболе всегда полярные. Пока Слуцк праздновал, Днепр отправлялся в еще более глубокий нокаут. Драматизма добавило из заявления главкома Могилевчан после матча. Комментировать особо нечего. 5-0. Размазали. Полушанса у нас даже не было, что какой-то гол забить или подобие момента. Знаете, больше комментировать не буду. В Беларуси достаточно тренеров без работы. Я не собираюсь занимать счет и место. Поздравляю коллегу с победой. Желаю ему всего самого хорошего. Я уже объявил свое решение команде. Дальше разрешаю только у вас. Спасибо. До свидания. Я желаю, чтобы он остался. Жаль, что мы такого тренера просто взять так и на ровном месте потерять. Поэтому я думаю, что он сказался на эмоциях и будет нормально все нормально. Потому что с каждым может это быть. Жизнь идет. Бывает поражение. Не так бывает. Все мы через это проходим. Это не значит, что нужно уходить. Я думаю, что надо продолжать работать. В следующем туре парни Виталия Павлова сыграют с еще одной неудачливой командой чемпионата – столичным «Торпедо», которая не побеждает уже на протяжении девяти туров. Учитывая форму конкурентов по турнирной таблице, терять очки в Минске случайно никак нельзя. На этом наш выпуск завершен. Следите за новостями в наших социальных сетях ВКонтакте и Ютьюбе. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и предлагайте свои интересные темы. Журналисты нашего канала готовы разобраться в вашем вопросе. Всего хорошего.